Термин «зомби» на языках банту означает «душа мертвеца» и прочно связан с культом Вуду, магической практикой жителей Карибских островов. По поверьям колдуны Вуду способны воскрешать умерших людей и обращать их в рабство. Одним из официально зарегистрированных случаев зомбирования человека является история Клервиуса Нарцисса. В апреле 1962 года Клервиус скандалит с братом и несколько позже попадает со страшной температурой в больницу, где умирает. На следующий день его публично погребают вблизи от родного города и, спустя 16 лет, он возвращается домой. Мужчина рассказал, что все это время был в рабстве у колдуна и мало что помнит. Прийти в себя позволила смерть последнего. Как позднее выяснилось, Клервиуса заказал колдуну родной брат. В США разработан официальный регламент действий на случай зомби-апокалипсиса. В плане КАНАП 8888 прописана пошаговая инструкция действий стратегического командования США по защите мирного населения и гражданских властей от зомби, ликвидации зомби-угрозы и полному уничтожению живых мертвецов. Первым литературным трудом о зомби с некоторой натяжкой можно назвать роман английской писательницы Мэри Шилли Франкенштейн, изданной в 1818 году. Там ведь тоже сшитый из мертвых тел персонаж был мертвым, но живым. Кстати, во временами открытия электричества оживлением метвецов пытались заниматься и некоторые ученые. Так Ники Джованни Альдини, прототим Виктора Франкенштейна, экспериментировал с трупами, пропуская через них электрический ток. В 18 января 1803 года в Лондоне была его самая выдающаяся демонстрация с купленным трупом. Он подсоединял полюса 120-вольтного аккумулятора к телу казненного убийцы Джорджа Форстера, Джордж Фаурстер. Вот что писал один из очевидцев позднее, восстановилось тяжелое конвульсивное дыхание, глаза вновь открылись, губы зашевелились и лицо убийцы, не подчиняясь больше никакому управляющему инстинкту, стало корчить такие странные гримасы, что один из ассистентов лишился от ужаса чувств и на протяжении нескольких дней страдал настоящим умственным расстройством. Первое упоминание слова «зомби» в европейской литературе относится к 1929 году. Именно тогда известный репортер New York Times Вильям Сибрук издал книгу «Остров магии», в которой описал жизнь Гаити, в том числе обряды культа Вуду по созданию зомби. Автор утверждал, что присутствовал на ритуалах лично. На киноэкранах зомби впервые появились в 1932 году в американском хоррор-фильме «Белый зомби». В 1968 году отец фильмов про зомби Джордж Ромеро снял свой первый полнометражный фильм «Ночь живых мертвецов», который совершил переворот в жанре фильмов ужасов. Несмотря на черносбелый формат фильма, критики были настолько поражены обилием сцен насилия и каннибализма, что попытались организовать запрет этого хоррора. Самым дорогим и кассовым фильмом о зомби является «Война миров Z». На его съемки затратили 190 миллионов долларов, в прокате фильм собрал 540 миллиона 7870 долларов. Кстати, существует настоящее руководство по выживанию в случае наступления эпидемии зомби-вируса, его написал американский писатель Макс Брукс в 2003 году. Зомби на самом деле существуют. Некоторые паразиты в мире животных могут управлять телами своих хозяев. Так, например, гриб кардицепс, паразитируя на муравьях, может управлять их поведением. Зараженный грибной спорой муравей уходит из колонии, забирается на высоту около 30 сантиметров и закрепляется на листе, после чего медленно умирает. После этого гриб прорастает сквозь все тело муравья, используя тело как инкубатор, ахитиновый панцирь для защиты. Ученые утверждают, что мир вполне может поразить эпидемию зомби-вируса, появившегося в результате мутации простого гриппа, например, с вирусом бешенства, вызывающим склонность к каннибализму. Зараженные, конечно, не будут бессмертными покойниками, но покусать и инфицировать других вполне себе смогут. Интерес к теме зомби среди молодежи породил зомби-мобы, зомби-уаук, которая представляет собой массовое развлекательное шествие, участники которого загримированы под зомби. Первый парад зомби состоялся в Сакраменто, Калифорния, 19 августа 2001 года.